58 семей жителей аварийных домов получили ключи от новых квартир. Сегодня в Якутске состоялось торжественное открытие дома по адресу Свердлова-2. В 16-этажной высотке 58 квартир из 105 выделили под государственную программу переселения жителей из аварийного жилфонда. Примечательно, что дом сдали почти на месяц раньше срока. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. Строительство дома началось еще весной прошлого года. По плану объект должны были сдать только в конце декабря. Люди ожидали ключи от квартир только в январе или феврале следующего года. Но радостное событие произошло намного раньше. Анна Галишевич от радости не может сдержать слез. Еще на прошлой неделе, живя в своей старой квартире с печным отоплением в доме 42-го года постройки, даже и не думала, что канун Нового года преподнесет ей такой подарок. Узнала я буквально два дня назад, в пятницу. Мне позвонили, я очень разненачалась и наплакалась. Капельки пила. Но вчера тоже было так волнительно. Все это ждали, потому что это так быстро и неожиданно. Хотя мы ждали, что этот день наступит. А получилось вот так, раз, спонтанно. Квартиры в доме одной и двухкомнатной площадью 35 и 45 квадратных метров соответственно. Выделенные по программе переселения жителей из аварийного жилфонда полностью обустроены и сданы, как принято говорить, под ключ. Дом построен по современным технологиям, с современной инженерной инфраструктурой, с современными строительными материалами. Очень удобная планировка, я считаю, этого дома. Он как бы свечкой стоит, как мы называем свечкой одноподъездной. И все квартиры в одинаковой степени будут и получать наше скудное северное солнце, будут одинаково свечены. Ну и, соответственно, конечно, внутренняя атмосфера этого дома будет очень приятная. С радостным событием Новоселов поздравил глава республики Егор Борисов. Он отметил, что вот в эксплуатацию очередного дома еще раз доказывает успешную реализацию приоритетной жилищной программы. Знаю, что мы 5% всего жилья в республике – это ветка аварийной. Такого объема нигде нет. Мы ведем сейчас работу, чтобы эта программа продолжалась и после 1 сентября 2017 года. Это полезно. Республика, несмотря на сложно формирующиеся бюджеты республики на 2017 год, мы заложили достаточно большой объем средств, чтобы программу завершить в 2017 году. В свою очередь глава города Айсен Николаев сообщил, что в столице ликвидировали уже 56 тысяч квадратных метров аварийного жилья. А до конца года эта цифра достигнет 63 тысяч. Это 85% от всего запланированного на снос жилфонда. Кроме того, он подчеркнул, что район, где находится новостройка, должен полностью преобразиться. Сейчас готовим очень серьезный план комплексного строительства. А пока все это находится в перспективе, новоселы делятся радостью друг с другом и планируют Новый год. И на этот раз он откроет по-настоящему новую страницу в их жизни. Сарглана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.